Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. По итогам выборов, прошедших в 2010 году, в Джорху Кенеши 23% депутатов были женщины. К концу работы народных избранников 5-го созыва их количество снизилось до 19%. При этом женщины-депутаты отмечают, что не более 70% Джорху Кенеши должны быть представителями одного пола. Будет ли соблюдаться гендерный баланс в 6-м созыве? И есть ли в этом необходимость материаля Итунук Нурдиновой? Упорство, настойчивость и упрямство. Благодаря только этим качествам инициативы депутата Кадамджайского Горкиниша, Иркаим Садыкова находит поддержку среди ее коллег-мужчин. Элементарно провести профосмотр женщин. Из уязвимых слоев населения Иркаим добивалась больше 9 месяцев. В сентябре месяце я вынесла такую инициативу. Давайте организуем такой профосмотр. В ходе всей этой работы, муторной, долгой, упорной, нас мужчины поддержали, вынесли постановление о том, чтобы из бюджета была выделена сумма 95 тысяч сомов на профосмотр этих женщин. Только благодаря напорному и такому упорному труду женщин можно чего-то добиться. Говорит депутат Кадамджайского Горкиниша Иркаим Садыкова. Работа по обеспечению гендерного равенства ведется, но, к сожалению, недостаточно. В республике на сегодня из 7 тысяч депутатов местных Кенешей более 900 женщины. В это же время из 31 мэра городов нет ни одной женщины. А в Горкинишах все представители мужчины. Число женщин у нас на руководящих постах в стране прибавляется. Я думаю, что вот такого рода работа, она видна наверху. Там все замечательно. Но идите вниз, на областной уровень, на районный уровень. И картина меняется. Она меняется, если вы хотите, разительно меняется. У нас 44 района в республике, и у нас только один Аким женщина. Заявила экс-президент Роза Утумбаева. Очень большая проблема сельских Кенешах. А в Эльных Кенешах очень мало женщин. Если в предыдущих созывах 19% было женщин, депутатов, то на последних выборах сельские Кенеши упали до 15%. Говорит представитель форума женских НПО Кыргызстана Нургульжанаева. По окончании работы пятого созыва Горкиниши из 30 женщин-депутатов осталось 24. Это 19%. Что не соответствует хоть и в 30% от общего числа. Ряд женщин-депутатов ушли на другие должности. Кто-то отошел от политики. А вместо них пришли мужчины. В связи с этим был разработан законопроект. Мы очень надеялись, что в этом году квота 30% железно будет исполнена политическими партиями. На сегодняшний день, посмотрите, партии объединились. Женщины, которые были в списке 2010 года, так как партия перерегистрацию прошла, ее нет в этих списках. Хорошо, я согласна. Может быть, сегодня в партии нет финансирования. Партия сама финансирует. Да, может быть, какие-то места будущих кандидатов продаются. Но мы должны учитывать тот факт, что прежде всего мы говорим... Считает активист Гульджан Бейбатова. Каждый четвертый кандидат должен быть женского пола. Таковы требования закона. И этих норм сегодня стараются придержаться все политические партии, которые баллотируются в шестой созыв Джорг Кенеша, говорит юрист общественного объединения Коалиции за демократию гражданского общества Эрик Рискулбеков. В конституционном законе о выборах депутатов Джорг Кенеша содержится обязательное требование по различным квотам. Не только по соблюдению гендерного, но и соблюдению, чтобы обязательно были люди с ограниченными возможностями, чтобы этнический баланс был соблюден. Если более подробно говорить о гендерном балансе, то это обязательное требование к списку кандидатов, которые выдвигает соответствующая политическая партия. Все политические партии, которые сейчас участвуют в выборном процессе, обязаны были сдать, я так полагаю, что они выдержали эту норму, соблюдение гендерного требования, то есть квотирование женщин в списках избирателей. То есть очередность должна быть такая, чтобы лица одного пола, три человека одного пола, затем следующий человек обязательно был другого пола. Считает он. Однако предоставленный список политическими партиями еще не гарантирует, что при распределении мандата будет соблюдена норма квотирования, отмечает юрист Эрик Ирис Кулбеков. В большинстве случаев, когда уже выборы заканчиваются, многие кандидаты выходят из списка. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, насколько очередность, да, или участие женщины будет соблюдено вот в этом процессе. Ну, видите, это же сугубо дела политической партии, как и в любом обществе, есть определенные правила, есть определенные договоренности. Вот очень часто мы слышим о том, что тот или иной кандидат должен будет выйти, если он не сможет заручиться достаточным количеством голосов. Считает он. Если проанализировать списки партий, преобладают женщин-депутатов пятого созыва. Также политобеднение охотнее включают женщин с толстым кошельком. Кроме этого, предстоящих в парламентских гонках намерен принять участие представительницы средств массовой информации. Чтобы они приходили со своим политическим весом. Когда женщина обладает независимым политическим капиталом, то с ней считаются женщины-лидеры. И я думаю, что вот именно вот такая женщина-лидер, за которой есть избиратели, у которой есть свои последователи, у которой есть своя повестка дня. Говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Гульнара Джурабаева. Однако зачастую в списки включаются женщины, исходя не из лидерских качеств, а по знакомству или же просто заполнить код. То есть большинство мужчин используют женщин как орудие в достижении цели в политике. Список кандидатов должен сформироваться не исходя из требования закона относительно соблюдения вот этого гендерной квоты. Он должен в первую очередь сформироваться из профессиональных качеств. Является ли этот человек специалистом, имеет ли соответствующий вес в обществе, то есть имеет ли свой электорат. Я думаю, что в первую очередь требования должны исходить из этих качеств. В некоторых случаях, конечно, в отдельных партиях, я не скажу, что в ведущих партиях, в тех партиях, у которых, можно сказать, небольшой такой политический потенциал, то они лишь включают женщин, исходя из требований закона. А в ведущей партии, конечно, надо отметить, что женщины туда включаются по другим признакам. Это, в первую очередь, профессионализм, это умение работать. Говорит Эрик Ирискулбеков. Тем временем, кандидаты женщины, большинство партий, претендующих на место в Джорке и Неши, подписали манифест. Согласно ему, они обязуются провести ряд работ по увеличению количества экономически активных женщин, а также увеличить количество женщин на местных и национальных уровнях принятия решений. Наши женщины активны и активны практически во всех вопросах и так далее. На сегодняшний день нужно работать именно с правосознанием, с общественным мнением, чтобы общество хотело видеть. Больше женщины выдвигало, голосовало через выборы в местные кинеши, в Джогурку кинеш, за достойных женщин, за кандидатов. Тогда количество, так сказать, будет увеличиваться. Отмечает кандидатов депутата Наталья Никитенко. Экс-президент Розова Тумбаева считает, что необходимо поставить цель, чтобы через 15 лет женщины депутата в парламенте должны составлять 50% от общего числа народных избранников. Перед нами стоит задача перед всем миром к 2030 году выйти 50 на 50. Мы как будем идти к этой цели? Сегодня эти неполных 30% дались нам тяжелой, такой ценой. Это не просто вот квота сама по себе. Мы боролись, мы отстояли эту цифру. И сегодня в парламенте идет борьба за то, чтобы вместо выбывшего депутата женщины пришла опять женщина-депутат. И наши мужчины не дают нам это право, не хотят. Они жестко выгораживают только мужские роли. Говорит экс-президент. Поправки в закон, согласно которым на место выбывшей женщины депутата приходила следующая по партийному списку женщина, уже не поддержал парламент. Но кандидат в депутат Айнур Алтыбаева возлагает надежду, что следующий созыв поддержит законопроект, согласно которому местных кенешах не будет применять мягкие списки при распределении мандатов. Нас сейчас очень действительно мало и поэтому наши законопроекты не проходят, как вы сказали. Но мы сейчас и обсуждали, чтобы другой очень важный законопроект поддержать. Он сейчас комитет прошел, профильный комитет, комитет по конституционному законодательству. Он называется о выборах депутатов местных кенеш. Это тоже очень важно, чтобы были женщины при распределении бюджетов. Конечно, женщина, когда смотрит бюджет, она по-другому смотрит, другими глазами. Если будет достаточно женщин, тогда, наверное, и бюджеты будут. У нас больше будет детских садов, у нас будет больше выделяться денег на ремонт больниц, поликлиник. Говорит кандидат в депутаты Джоркиенеша Айнуру Алтубаева. Женщины-депутаты не только несут огромный вклад в решение социальных вопросов, они делают политику менее конфликтной, считает заместитель председателя ЦИК Кульнара Джурабаева. Женщина смягчает политику. Женщины более склонны к такому взаимодействию, присутствие женщин снижает ожесточенность и поэтому именно по своей природе чаще всего она все-таки склонна мирными способами разрешать имеющиеся противоречия. Сейчас можно сказать, что вопрос гендерного равенства в Кыргызстане решается динамичнее в сравнении с другими странами Центральной Азии. Раньше и представить себе это было сложно, но сегодня женщина в нашей стране возглавляет Верховный суд, Система прокуратуры, Счетную палату, Министерство юстиции, Министерства образования и науки. Также большинство организаций гражданского общества возглавляют женщины. Однако представительность прекрасного пола должно быть больше на уровне местных кенешей и джор кенешей, считают политологи, так как именно с их помощью в стране социальные проблемы больше придаются огласке и активнее решаются. Айтун Ухлурдинова специально для Айвпиар. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы Айвпиар радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok